Спасибо большое, Павел. Спасибо всем, кто пришел. Я вижу, тут немножечко есть знакомых лиц, очень приятно. И очень приятно познакомиться с теми, кого я еще не знаю. Я не единственный, конечно же, модератор группы комиссии по борьбе с женаукой. Нас уже достаточно много человек. Но я работаю, ну и как работаю я, волонтер этой группы с момента ее основания. И поэтому, может быть, Павел решил, что я могу что-то такое рассказать о проблемах того, с чем мы сталкиваемся каждый день. Тут надо сделать небольшой дисклеймер. Во-первых, я больше по работе слушаю, чем говорю. Поэтому, если будет как-то немножечко сумбурно, меня, пожалуйста, поправляйте. И я очень рассчитываю на то, что будут вопросы по ходу обсуждения, потому что именно мы на этом и ориентируемся в группе, что у людей постоянно возникают вопросы, связанные с предметом, связанные с тем, чем мы занимаемся, чем занимается комиссия. Так. Значит, группа комиссии на Фейсбуке, это не совсем комиссия. То есть комиссия по борьбе с женаукой, если немножечко пойти в историческую справку, то она была основана в 98-м году. Ее основали академики Виталий Лазаревич Гейнсбург и Эдуард Павлович Кругляков. Эдуард Павлович стал первым ее председателем и был председателем комиссии до 12-го года, до своей смерти. Теперь председатель комиссии Евгений Борисович Александров. Комиссия выпускает вот тут есть ссылки, и на всех слайдах будут ссылки, и потом, наверное, можно будет по ним походить, посмотреть, потому что вся информация на самом деле теоретическая, которую я, как бы, ну, там теории-то на самом деле немного, потому что я в основном практика, работаю с людьми. И говорить я буду о людях, и о том, как люди воспринимают лженауку, воспринимают науку, воспринимают нашу аргументацию, а именно о каких-то обобщенных вещах, вот о них гораздо лучше говорит и может сказать Александр Георгиевич Сергеев, который основал группу комиссии на Фейсбук. Он состоит в комиссии по борьбе с женаукой, и он, можно сказать, что он наш теоретик, он, как бы, понимает, что такое наука, как ее лучше всего отделить от женауки. Я в своих, как бы, построениях опираюсь во многом на то, на его работу, вот, но моя деятельность, она больше в практической плоскости, то есть именно, вот, работа с людьми, которые приходят со своими проблемами в группу и с вопросами в группу. Поэтому у меня такая, немного будет, как сказать, немного ближе к земле будет лекция, вот, поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, как бы, чтобы было более понятно. Вот, вот, группа уже пять лет существует, мы немножечко выросли за последнее время, это связано с тем, что комиссия выпустила два меморандума в 2016 и 2017 году, то есть она пошла немного более открыто к обществу. До этого комиссия занималась в основном проблемами финансирования бюджета, то есть вот, если, это немножечко, нет, комиссию не распустили в 2018 году. Дело в том, что комиссия была поделена на две, то есть комиссия по борьбе с женаукой, раньше она называлась комиссия по борьбе с женаукой и фальсификацией научных исследований, а потом ее разделили на две, теперь есть комиссия по борьбе с женаукой, вот, и комиссия по фальсификациям, туда вошли несколько человек из диссернета, они занимаются сейчас фальсификацией в научных работах и в диссертациях, вот, это их основная работа, а мы немножечко ушли ближе, комиссия ушла ближе именно к женауке, и это правильный шаг был, потому что на самом деле комиссия не успевала заниматься фальсификацией, она занималась только женаукой. Вот, значит, группа существует пять лет, и вот после выхода меморандума первого о дерматоглифике у нас начался такой достаточно серьезный поток людей, которые не были специалистами. То есть, когда создавалась группа на Фейсбуке, изначально мысль была такая, что сейчас мы создадим группу комиссии для поддержки комиссии, естественно, и она, как бы, будет заполниться специалистами, которые будут помогать давать экспертные оценки, потому что комиссия – это консультативный орган при РАН, он дает экспертную оценку каким-то вещам, там, например, давать деньги там на что-то или не давать, или как бы соответствуют науке какие-то, или, например, открытия, или нет, потому что в президиум РАН или вообще в РАН часто очень приходят разные документы, где просят оценить экспертную научность того или иных каких-то вещей, на которые просят дать денег, например. Не только это, но бывает. Комиссия вот этим занималась. И вот была мысль. Это очень сложный вопрос, и как бы придется его как-то развернуть насчет гносеологии когнитологических причин, потому что, опять же, это вот, наверное, Александр Генрихович бы сразу сказал что-нибудь на это умное. Боюсь, что моя компетенция так далеко не распространяется. Да, спасибо большое, Павло, за ссылку. Вот, можно сходить. У нас группа не закрытая. Вы можете прочитать все материалы. Но для поступления крайне желательно заполнить анкетку на входе, потому что тогда гораздо быстрее вы попадете туда. Вот. И вот после публикации меморандума, когда в комиссию пришли уже как-то, это было связано с тем, что туда пришли уже более молодые специалисты, решили выпускать какие-то документы, которые больше соответствуют работе с обществом. То есть, как бы, выходит меморандум о дерматоглифике, потому что была некая организация, и не одна, которая занималась так называемым дерматоглифическим тестированием. То есть, люди ходили по школам, может быть, кто-то сталкивался. Если сталкивался, кстати, напишите. Вот мы до сих пор собираем информацию. И предлагали тестировать способности детей по отпечаткам пальцев. Значит, аргументация у них была такая, что отпечатки пальцев, они уникальные, у каждого человека они свои, это вы, наверное, знаете. и когда формируется, значит, нервная система у плода, то формируются и отпечатки пальцев. Поэтому, возможно, есть какая-то связь, то есть, как бы, как вот у человека формировались какие-то его внутренние качества, какие-то детерминированные, так вот и по отпечаткам пальцев, потому что они тоже уникальные, мы можем это как-то сказать. Ну, естественно, да, да, вот. Кстати, вот я буду опираться на выступление Александра Генриховича, потому что там как раз вся теоретическая часть о познании, как мы познаем мир, и это тоже часть того, о чем я буду говорить. И если что-то будет непонятно, вот именно в этой части, вот как раз было бы очень здорово посмотреть. У него там все очень хорошо разжевано. И он выступал, если что, у него есть постоянная, не колонка, конечно, но какие-то части видео у него выходят на каналах на Ютубе, очень популярных в том числе, можно посмотреть. Он много говорит и о науке, и вообще о проблемах науки и лженауки. Последнее, по-моему, видео, одно из последних, называлось «Наука проигрывает». Вот. Потому что, да. Я, кстати, в частности, буду стараться разбавлять какими-то историями и шутками, потому что, на самом деле, предмет это очень грустный. Вот. И, да, вот в торговых центрах совершенно верно. Причем, были курьезные случаи, когда даже на гиг-пикнике, то есть, это было мероприятие, которое организовывали для просвещения, популяризаторы его делали, и там тоже сидели люди и делали тесты по отпечаткам пальцев. Ну, и потом, как бы, у Александра Юрьевича Панчина нажаловался в комитет и их выгнали, но прецедент такой был. Да. Вот. И когда вот стало понятно, что это очень сильно распространяется и надо что-то делать, комиссия выпустила меморандум, где написала, что нет никаких научных оснований считать, что по отпечаткам пальцев можно что-то определить. По крайней мере, вот на том уровне, на котором это заявлялось. Потому что, может быть, они уникальны, может быть, теоретически, какая-то связь с чем-то и есть, но прежде чем, так мы не можем. Ничего это не значит. Вот. В данный момент, кстати, набирает, по-моему, силу второй, вот как бы, терматоглифика после этого ушла, хотя они очень не хотели этого делать. Но меморандум MLF имел эффект, и уже так, да, 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 и в университетах было, да, да, да. Вот. Ну вот потом, вот после меморандума, вроде сошло на нет, но сейчас набирает новое направление. это как бы тестирование, не знаю, по волнам мозга, то есть как бы вот есть фербатория такая, вот они занимаются тем, что снимают показания тоже у детей и что-то по этому поводу пытаются предсказывать. Это тоже, насколько я знаю, не очень работает. У нас два человека из группы комиссий, но не от комиссии, вот они делали заключение, можно поискать, у нас это публиковалось. Да, Сергей Богданов и, по-моему, если я ничего не навру, Татьяна Резапкина, по-моему, этим занимались. Вот. В 17-м году выходит меморандум о гомеопатии, и все, наверное, как бы вот с этим меморандумом более-менее люди знакомы, потому что он вызвал большую общественную волну. Он, в принципе, для этого был написан. И, ну, не только для этого, естественно, это было экспертное заключение по гомеопатии, где аккуратно расписывалось, почему она не... ну, нет никаких предпосылок, чтобы она работала, нет нормальных исследований, которые бы подтверждали эффект. Про это мы потом еще поговорим. Вот. И были вынуждены, из-за того, что многие СМИ напечатали о меморандуме и обратились к органам для комментариев, были вынуждены отреагировать и что-то такое сказать, что, например, ФАС сказал, что он готов, если что, все изъять и вообще. А Минздрав сказал, что, как бы, а у него все нормально, у него гомеопатия работает, все хорошо. Ну, и в основном ответ был именно такой, что по текущему законодательству Российской Федерации гомеопатия ничему не противоречит. Ну, в принципе, это было ожидаемо. Ну, вот, с этого момента начался вот такой прям общественный резонанс, и в группу комиссии стали приходить не специалисты, а в большинстве своем обычные люди, потому что и до этого их касалось, но теперь их касаться вот именно тема лженауки стала иногда напрямую. Это не всегда происходит. То есть, например, когда я читаю какие-то анкеты, что я занимаюсь приемом, я читаю анкеты, и люди пишут, я сталкивался с лженаукой каждый день. Ну, это все-таки для обывателей немного странно, потому что если вам человек пишет, как бы, я сталкиваюсь со скисшим кефиром каждый день, значит, ну, либо он специально ходит и где-то его покупает, либо он просто работает на производстве, где делают скисши кефир. И вот, как бы, в этом смысле с лженаукой сталкиваются каждый день, как правило, врачи. И пишут об этом. И это очень большая больная тема. Как правило, обыватель с лженаукой каждый день не сталкивается, слава богу. Мы еще не дошли до этого момента. надеюсь, не найдем никогда. Но бывает. И самое главное для обывателя, и я сейчас буду не делить людей на обывателей и на специалистов, потому что плохо людей делить вообще, в принципе, на какие-то сорта, но как бы мы будем говорить о реакциях и о мнениях. То есть, как бы, на самом деле сложность заключается в том, что любой специалист, как только он отходит от узкой области, которой он занимается, он мгновенно превращается в обывателя. Может быть, даже он становится таким немножечко еще хуже обывателем, если можно так сказать, потому что он очень требовательный, он может применить формальную логику и из-за этого может очень цепляться за неправильный ответ, который он получил. То есть, если обывателев еще как-то можете убедить в том, что он неправ, то специалист проинтерпретировал имеющийся факт, он получил вывод какой-то и все, он за него держится. Это очень тяжело с ним спорить на этом поле. Ну вот, чуть дальше об этом и пойдет речь. Да, совершенно верно. Дерматоглифика многообразный вариант и гороскопов, и гадания на гуще кофейной. То есть, как бы, это как бы сказать, у людей есть некоторый запрос, считается, что у людей есть некоторый запрос на подобные вещи, то есть, как бы, чтобы им кто-то рассказал, как у них обстоят дела внутри, то есть, чем они болеют, к чему они склонны, чтобы они, как бы, чем бы им лучше заниматься. И из-за этого все время процветают вот эти вот шарлатанские методики. бороться прям вот с самим явлением, наверное, бесполезно. Но говорить о том, то есть, как бы, я сразу уточню, потому что я подозреваю, что тут есть и люди, которые, как бы, немножечко выступают против и комиссии, и группы, что комиссия не имеет полномочий никого не закрывать, не требовать, как бы, их наказания. она работает только исключительно в информационном поле. Она может дать экспертную оценку о том, что что-то ненаучно. Или, допустим, самая крайняя форма этой оценки, что она скажет, что это ненаучно и это вредно для общества по нашему мнению. То есть, гомеопатия, например, написана вредна потому, что пациент, она безвредна саму себе, потому что там идет речь о гомеопатии высоких разведений. То есть, там нет вещества, то есть, человек ничем не травится, но она вредна именно тем, что человек, который ее принимает, может не принимать нормальных лекарств и может в результате от этого очень сильно пострадать. Это такой неочевидный вред. Но он есть. Да, про официальное мнение РАН, если можно, я в конце, у меня есть про этот слайд. Да, но это грустная история. Да, и вот академик Залезняк, вот он как раз как бы один из столпов людей-специалистов, потому что он не только говорил о том, что лингвистов, про лингвистов любители, но он так же сказал знаменитую фразу о том, что мнение специалиста, несмотря на всю эту постмодернистскую чушь, никогда не будет равно мнению какой-то пятилетней девочки. Но мы живем в то время, когда пятилетняя девочка может оспаривать мнение специалиста и считать, что они равноправны в научном поле. Это действительно не так. То есть есть мнение, которое поддержано специалистами, и оно имеет основания. Оно не просто так, что специалисты сказали, да, это наука, и все такие, да, действительно, наука. Нет, у них есть экспертная оценка того и друг друга, и что они говорят, они поддерживают и проверяют и подтверждают результат друг друга. И да, есть мнение, что как бы все это ерунда на самом деле, и вот это как раз мы сейчас вот подходим к тому, что это альтернативное мнение, которое, как правило, ни на чем не основано. Да, просвещение, безусловно, это помогает, но проблема в том, что наука очень большая по своей протяженности поля, очень большое. То есть вот я могу привести пример, когда было вручение, вы, наверное, смотрели, я вот смотрела, было вручение Нобелевской премии по физике последней, и там как бы была студия, вот сидел ведущий, и было двое физиков с ним, Сергей Борисович Попов, а вот второй, к сожалению, я не вспомню, но вот он был по материалам, и они оба были, он занимался наноматериалами, и они оба были докторами физико-математических наук, вот один доктор физико-математических наук, но он астрофизик, и второй доктор физико-математических наук, но он занимается наноматериалами, и было совершенно понятно, что они ничего не понимают, ну или как бы вот на уровне чуть больше, чем обыватель, они понимают в областях друг друга. Никто, ни один не полезет в другую область выяснять насколько там все правильно. А они оба вроде как бы в одной, ну более или менее отрасли науки. Это настолько как бы мы должны безусловно просвещать в базовых вещах людей. Но надо понимать, что мы не можем их просветить до самого конца. До переднего края, чтобы они там все поняли. Это немножечко невозможно. То есть если в 17-18 веке натур философ примерно ориентировался вообще во всех областях, какие были в науке, то сейчас это очень тяжело делать. То есть это прямо даже очень одаренные люди, как правило, они выбирают какую-то узкую область и работают в ней, потому что невозможно не вывести какой-то фундаментальный закон. Если это будут делать, то скорее всего это будет делать коллаборация людей. Сейчас уже, как правило, в науке работают коллаборации людей. Да, дизайн человека — это один из... Тут проблема в том, что это тоже такая схема, которая все объясняет. Люди идут, им говорят, что у вас такое энергетическое поле. Ну понятно, и голову забивать не надо. И проблема в том, что вот такие вещи, они вроде бы как бы написаны наукообразным языком, и они простые для обывателя. Когда люди выходят в онлайн, это очень быстро распространяется. То есть фактически кто-то отпустил себя и понеслась по друзьям. Вот это вот. Многие это воспринимают как такое любопытное, что-то новое, потому что наука, опять же, сложная, а то все просто, и вот становится таким виральным контентом и распространяется среди людей. Это вот один из способов. Деятельность комиссии не финансируется. То есть вообще. Есть, финансируется выпуск бюллетеня комиссии, который выходил раньше два раза в год. В защиту науки можно найти на сайте комиссии. И как бы вот РАН давала деньги на то, чтобы его напечатали и распространили среди участников собрания, когда проводились общие собрания РАН. Это было два раза в год. Но как бы в какой-то момент финансирование прекратилось. То есть, насколько мне известно, я, опять же, не вхожу в это самое. Там особых, если есть какие-то бюджеты, не очень небольшие, они направлены на исключительно канцелярскую деятельность, на то, чтобы связаться с экспертами, получить от них ответ, сформировать какое-то мнение и его выпустить. Все. И каких-то вот прям зарплат там нету. Никто таких вот астрономических. Там можно оплачивать, может быть, деятельность волонтеров, ну, вот так вот прямо, что люди там заседают за хорошие деньги. Нет, такого там нет. Ну, и, естественно, как бы в грубе-то тем более. Телевидение поддерживает, да, безусловно. Да. Это очень большая проблема. Опять же, вот немножечко дальше мы про это поговорим. что нету, как бы, очень мало адекватных выходов в этой ситуации, потому что первый выход, который видится человеку, опять же, обывателю, это цензура. То есть, как бы, мы вот будем все вот это вот ужасное запрещать, то, что у нас РМТВ рассказывает, и тогда у нас сразу наступит благодать. Нет, не наступит. Ну, то есть, во-первых, запрещать, сами понимаете, будет кто и как, и как бы возрождению худсоветов ничего хорошего не сделает. Просто, как бы, вот это все будет официальное и одобренное. Так же, вот как сейчас у нас, например, происходит с релиз активным препаратами. Вот они, как бы, они официальные. Но это... Но они не работают. Но они официальные, да. А экспертные оценки Греты Тунберг. Большая тема, на самом деле. И, кстати, интересно, что именно по климатологии у нас самые большие бои. Потому что люди, которые занимаются... Которые занимаются в разных областях, и они именно эксперты, они очень скептически относятся почему-то именно к климатологии. То есть, вот люди, которые... Ну, вот если очень-очень грубо утрировать, то есть, как бы, люди-физики, да, и они знают, что, допустим, АТО не сходится с квантовой механикой. Там есть противоречия, там не все описывается. Но вот эти же люди приходят в климатический пост и говорят, у них там модели очень странные. Вы понимаете, что они не точны? И так... Ну да, они не точны, но где вы видели вообще очень точные модели в науке? Ну, как бы... И да, и там все надо уточнять. Но вопрос в том, что, как бы, уточнение от 0,1 до 0,0,1 это совсем не то же самое, что, как бы, плюс 1 и минус 1. Да, это разные порядки. Вот климатология сейчас, как бы, она именно находится на уточнении очень таких, как бы, частных вещей. Как бы, то, что говорит Грета Тунберг, более-менее с некоторыми косяками, которые замечают специалисты, но она говорит именно то, что говорит научное сообщество. Тут, как бы, к ней претензий нет по этой части. У нас, по крайней мере. Ну, это не важно, что у нее патология. То есть, как бы, ну, какая разница? А если бы у нее ног не было, ну, а она, как бы, говорила бы, допустим, что-то про физику? Мы же, как бы, не связывали бы эти вещи. Ага, понятно. Грета тут, значит... Ну, как у нас, да. Да. В психологии... Нет, мы не будем реагировать. Ну, как мы будем? У вас смутные идеи в психологии сделайте что-нибудь с этим немедленно. Нет. Как бы, опять же, комиссия берет достаточно, как бы, какой-то вопрос конкретный. Вот прямо конкретный, конкретный. Его разбирает и пишет, вот, например, какой-нибудь эксперт в бюллетене в защиту науки. Вот. И он говорит, да, как бы, такой-то вопрос. Вот он, по моему мнению, он ненаучный, потом еще кто-то пишет, а они, как бы, вырабатывают мнение, люди с ними соглашаются, и вот, как бы, есть экспертная оценка. Вот. А психология, ну, как бы, там есть методы и есть исследования. Другой вопрос, что, как бы, прикладных методов очень много, и судить об их эффективности очень сложно. Но комиссия тут ничего не может сделать. То есть психология, развивающаяся наука, она дойдет до верификации нормальной, будем надеяться. Да, и... Да, и это отдельная тема. Но это, на самом деле, как бы, у многих наук трудности именно с верификацией результатов. Тоже об этом сейчас постараемся быстренько. Ну, это, да. Ну, компьютер, ну, опять же, как бы, мы берем этот, это грех презентизма, как у нас говорят. То есть, как бы, мы берем текущую ситуацию. Вот, если, допустим, говорим, что АЕ никогда не отличит там маффина от собаки в данный момент. Ну, в данный момент, наверное, да, не отличит. Но если он будет развиваться, то, наверное, сможет. Да, про экспертную оценку сейчас вот быстренько мы перескочим. Значит, именно о лженауке. Вот. Это совершенно расплывчатое понятие. То есть, термин лженауку ввел как раз академик Гинсбург. Вот. И у термина лженаука у него есть, как бы, определенная негативная коннотация. Ну, вот, как бы, все знают Лысенко громили гибернетику. И Гинсбург вроде как бы был советским ученым. Он должен был знать, что есть такой некий шлейф негативный. Но он был прекрасный человек, немножечко в этом плане наивный, потому что, когда он, вот у меня есть тут ссылка на науку и жизнь, где он давал интервью по этому поводу. И он говорил, что, да, как бы, лженаука, это вот она в то время, когда государство решает, что научно, а что ненаучно. Но, слава богу, эти времена прошли, никогда не вернутся. И вот сейчас мы приходим к тому, что на каких-то административных уровнях именно волюнтаристки решаются, что научно, а что ненаучно. И вот мы вот именно вот к этому идем. То есть, пока это не решается, но вот прям вот чувствуется в эту сторону. Пошел вектор. И, к сожалению, вот мы как раз в группе очень много пишем, и сейчас многие историки науки пишут про Лысенко, потому что, вот как никогда это актуально, когда человек без образования, без научных результатов, без какого-либо вообще понимания, как это все работает, приходит в науку, получает там политическое влияние, начинает этим политическим влиянием гасить своих оппонентов. Ну, скажем так, этот сюжет, он становится внезапно очень актуален сейчас. Не то, чтобы как бы до последней буквы, слава богу, но вот, к сожалению, тенденция есть. Значит, и лженаука, это просто, если взять совсем-совсем простое определение, то это такая не наука, не имеющая научных обоснований, потому что, что имеет научное обоснование, это наука, она, ну, она представляется наукой, она делает вид, что это наука. Более того, она довольно агрессивно относится к нормальной науке, она говорит, что на самом деле это там все неправильно, а у нас все правильно, верьте нам, но, как правило, как только доходит до обоснований, ну, тут начинаются большие проблемы. Вот, поэтому, да, для специалиста большой разницы нет. То есть, как бы ему, что паранаука, что квазинаука, что псевдонаука, что лженаука. Ну, вот антинаукой, например, мы, ну, это вот, опять же, узкий круг, мы называем антинаукой то, что направлено именно против науки. То есть, стерлигов, которые говорят, надо сжигать кугунов, ученых, именно в антинаучной риторике. Наука не нужна, наука очень вредна, науку надо как можно быстрее уничтожить. Вот. Есть случаи, как бы, плохой науки, вот bad science. Но они связаны именно с публикациями всяких вот в мусорных журналах того, что не является научными данными, тоже под видом науки. Но это не лженаука, потому что она, вроде как бы, не отрицает науку, она пытается идти в мейнстрим, просто у нее очень плохие данные. То есть, мы взяли три мыши, как бы, а в одной был эффект, а в другой не было, а третья убежала. Напечатайте, пожалуйста, нашу статью. И вот, да. Но, к сожалению, что, как бы, нет никаких четких границ, как правило, везде серая зона. То есть, мы входим в серую зону, мы попадаем в науку, мы выходим в серую зону, мы попадаем в науку. И есть различные вот переходы между ними. Например, вот, и есть методы, которые эти вещи используют. Например, вот корчеватель или гривен статист, когда люди, которые знают в предмете хорошо, они берут, как бы, какие-то откровенную чушь, совершенно, вот корчеватель, например, вообще был сгенерирован, статья была сгенерирована случайным образом и отправлена в научный журнал, рецензию, и была там напечатана. Это сделал Михаил Сергеевич Гельфанд. Вот, и после этого стало очевидно, что, как бы, журнал печатает все. Я так понимаю, что, как раз, вот, там, где я выступаю, это достаточно тоже больной вопрос. мусорные и хищнические журналы. Ну, и вот, да, недавний скандал про, с ректором, вот я тоже оставил тут ссылку, Пятигорского университета, который, очень странную статью напечатал про сверхпереход, сверхбыстрый сверхпереход чего-то тоже в сверх, вот, и тоже не очень понятно наука ли это. Так, да, да, был суд с троицким вариантом. Да, являет, да, в конце, да, НРБК, да, да, был суд, правда, в конце расскажу об этом. Да, давайте делиться, вот я и говорю, как бы, давайте делиться и позитивом тоже, потому что тема грустная, то есть, как только, как бы, обычный человек, опять же, не специалист, он понимает, насколько бывает замусорена какая-то область науки, он вообще не понимает, как там можно делать науку, то есть, все очень грустно. У него возникает недоверие именно к науке, он говорит, ну, как же так, вы сами не можете разобраться, что у вас творится, как вы нас-то еще будете учить тому, что правильно, а что нет. Ну, да, приходится только руками разводить иногда. Но на Западе с этим борются, у нас вроде как бы тоже, у нас есть диссернет, и вот теперь комиссия по фальсификации научных исследований, когда педеиды, вот как, ну, последний скандал, я думаю, тоже все в курсе, что были просмотрены работы кандидатов к Академию наук перед выборами, и там тоже нашлось много всякого интересного. Но вопрос большой, будет ли от этого какие-то последствия. Да, медиа, медиа поддерживает тоже науку, то есть, медиа поддерживает на самом деле любой хайп, вот как теперь говорит молодежь, то есть, любой повод для какого-то громкого скандала, медиа будет его поддерживать. То есть, если, допустим, как бы, вот, скандал с работами людей, которые пытаются вот пройти в РАН и получить статус академика, вот это прямо, это был громкий скандал, и его очень хорошо расвещали. Прямо вот было множество публикаций и в РБК, и в, как бы, в каждой центральной прессе. Ну, я надеюсь, что, как бы, я, да, я знаю, что я затрагиваю больше вопросов, чем даю, ответов, возможно, даже ответов будет очень мало. Но я хочу дать вот ощущение людям, что это сложная тема. Нельзя вот так вот, как бы, вот, если вы немножечко посмотрели, что такое лженаука, и вы, вот, сейчас мы подойдем к формальному подходу к научности, если у вас формально признаки научности соблюдены, это научно. Если вы не специалист в этой теме, очень трудно опираться на подобные суждения, даже, вот, если, например, есть научный консенсус, это когда специалисты в области, они согласны с тем, что, вот, антропогенное потепление существует, оно имеет антропогенный характер, или, например, что, как бы, коллайдер, это не фикция, а там делают полезные вещи, или, например, что американцы были на луне. Это все консенсусы научного сообщества. Но проблема в том, что, когда обыватель получает такой консенсус на руки, он не может его обосновать. То есть, он может только сказать, ученые считают, и он даже может сказать, может быть, почему они считают, но вот эта вот цепочка от первой посылки до последней, она, скорее всего, для него будет потеряна. То есть, он не сможет вывести одно из другого. И это большая проблема, потому что он-то как раз должен убеждать не специалистов, а таких же обывателей. Они видят вот эти вот пробелы и делают соответствующие выводы, что наука-то на самом деле ничего не знает, а ты, как дурак, просто веришь в науку, как в Бога бы верил. И отсюда вот обвинение в абскурантизме, в сэнди, там, сам, а как правило в псевдонаучных практиках все очень просто. Человек может вывести их от начала до конца, там, ничего, никаких сложных вопросов нет. Все логично. Там внутри как бы все герметично, все логично, только с реальностью не очень совпадает, а так все нормально. И поэтому именно по теоретическому обоснованию как раз адепт женауки запросто сделает любого адепта науки. Если тот не владеет предметом досконально. А как он может владеть предметом досконально, не будучи специалистом? Вот то есть, как бы, конечно, там есть, опять же, разные уровни владения предметом и в женауке в том числе. И есть неустранимые проблемы у лженауки в том числе. Но мы не можем вот так вот сказать, что у них есть неустранимые проблемы, а у нас вроде как бы нет. И в науке тоже существуют проблемы. поэтому для специалиста этот вопрос научности чего бы то ни было, он простой, особенно в той области, где он занимается. Он точно знает, где передний край, где все очень хорошо обосновано, где все проверено, и он может быстро найти обоснование своей точки зрения. Убыватели с этим большие проблемы, поэтому мы тренируемся вот именно в группе, потому что люди приходят, но мы фактически очень бодро ходим по кругу, потому что все время приходят новые люди и говорят, объясните нам, почему вы так думаете. И мы снова объясняем, почему мы так думаем. Это полезное упражнение, оно, как правило, касается разных областей, и мы потихоньку восстанавливаем эту цепочку. И есть много специалистов, которые нам это помогают делать. Когда мы где-то потерялись, они говорят, нет, есть исследование, или есть какая-то трактовка, или есть вот такой вот подход, и мы его практикуем. и тогда более-менее у нас все хорошо. Да, постановлений нет, не читала. Юридическая группа нужна. Но мы как бы работаем на волонтерских ресурсах. То есть, если люди хотят нам помочь, мы очень рады, но мы не можем им платить, поэтому у нас нет ни группы юристов, ни группы переводчиков, а хорошо бы и то, и другое. И хорошо бы, чтобы какие-то задачи выполнялись именно самой группой. То есть, есть люди, которые говорят, мы готовы помогать, но это все надо еще как-то сформировать. И вот запрос именно на юридическую группу, он появился совсем недавно, как раз в связи с судами. Сейчас скажу про это. Да, версия глобального похолодания. Совершенно верно. Это связано с тем, что во всем мире наука в одну сторону, а у нас немножко в другую. У нас геологическая школа очень сильная, а в геологической школе считается, что ледниковый период. То есть, а человек очень маленький же, земля большая, как же мы ее нагреваем? Ну и в общем, и целом. Или что вулкан, например, очень много выбрасывает, а человек столько не выбросит никогда. И люди не подозревают, что это все уже посчитано. И что человек нагревает, и что можно понять, что это человек нагревает по изотопам, и что вулкана, оказывается, не так много и выбрасывают, если с нами сравнивать. И они говорят, да, о том, что это фикция, и она на самом деле будет холоднее. Тут надо возражать, опять же, не как попало, а в полном соответствии с, а не каждый это может. У нас, например, ну вот сейчас уже нет, первые года три приходил вот Александр Генрихович лично, потому что он единственное рубил в этой теме, и он писал огромнейшие посты, почему это действительно так. И я могу точно сказать, что он убеждал далеко не каждого, хотя у него были аргументы. это опять же как бы убеждение является нашей целью, но мы как бы не всегда ее достигаем. То есть человек может сказать, да ну фигня какая-то, и остаться при своем. Тут ничего не сделаешь, ну нельзя же насильно человека просвещать. Да, да, вот Павел подсказывает, по совокупности статьи вообще это очень зависит от того, насколько область изучена или малоизучена. То есть как бы если допустим это какой-то передний край науки, там вообще нельзя говорить о консенсусе. То есть люди в поиске находятся, они еще ни до чего не договорились. Если же это как бы какая-нибудь очень хорошо известная вещь, вроде там числа авогатра или там расширение газа или еще что-нибудь, то эта вещь достаточно хорошо изученная. Она последние допустим лет сто повторялась бесконечно и особых результатов. Ну как бы тут можно поговорить о том, что у нас есть уникумы, которые получают отличные результаты, но как правило когда они их пытаются воспроизвести или ученые их пытаются воспроизвести на нормальном оборудовании с допусками, то у них почему-то весь эффект куда-то пропадает. Такое тоже бывает. Да, знания, да, сложным путем естественных точно руках, совершенно верно. И науки для обывателя практически недоступны в том виде, в каком они существуют. То есть надо прямо лет 10 положить на то, чтобы примерно понять, что происходит. И не то, чтобы там прямо вот... И вот на этом фоне как раз довольно комиссионно выглядят люди, которые говорят а то фигня, Эйнштейн был неправ, это все заговор мировых ученых, на самом деле как мы сейчас вам Ньютон и физикой объясним всю природу Вселенной. Ну, вперед. Да, да, дело в том, что наука не опирается на аксиомы. Вот тут я вам советую посмотреть вебинар, который ввел Александр Генрихович, потому что он про это говорит. Знание о том, как мы познаем, оно тоже эволюционировало со временем, то есть сначала была вот эта индукция, что мы как бы опознаем законы природы по их проявлениям, потом уже позитивизм, что есть некая объективная реальность, которую мы познаем, делаем ее... А сейчас пришли к эффективным моделям, что мы как бы моделируем какие-то процессы, и одна модель вроде как более эффективна, чем другая, поэтому мы ее возьмем как рабочую. И в этом смысле как бы наука не опирается на все, она говорит, вот тут попроще посчитать в основном. Вот. То есть она меньше дает, она дает как бы интерпретации, но интерпретации уже как бы это такое дело, оно немножечко стало, может быть, делом второстепенным. То есть как бы вот тут удобно посчитать, это удобно использовать вот здесь. А что это как бы фундаментально означает, это дело фундаментальных ученых. потому что все разделилось как я говорил на какие-то течения. Есть люди, которые как бы фундаментальные, вот они из философии науки вообще мало что знают, вот их дело как бы посчитать эффект. Все. И вот именно вот эти люди в некотором, ну не все естественно, то есть как бы это именно внутреннее свойство личности, но если как бы человек он считает какой-то эффект, а потом он приходит в другую область и видит, что там есть интерпретации и они вроде как не очень хорошо посчитаны, вот тут начинаются большие проблемы, потому что он приходит туда с формальным подходом. Потому что он требует публикации в рецензируемых журналах с хорошим импакт-фактором, потому что и он прав в этом смысле, потому что если как бы проблема хорошо изучена, она будет как бы обязательно напечатана в приличном журнале, но проблема в том, что даже в приличных журналах бывает печатают всякую фигню или как бы просто не то, что потом не подтверждается. В этом смысле есть хороший сайт Redaction Watch, который рассказывает, что отозвали, почему отозвали. И там иногда фигурируют и Nature, и Science, и достаточно и Lancet бывал, тоже как бы обмешуривался. То есть это и гарантия, но не 100%, это тоже надо понимать. А люди, как правило, когда они имеют дело с обывателем, они начинают выкладывать эти публикации. Ну, обыватель же не очень понимает, какие журналы, какие, и какая статья, он не может ее прочитать, он, конечно, может ее прочитать, но он не очень поймет, о чем он. А если поймет, о чем он, не сможет оценить, например, количественный метод, насколько он хорошо сделан, наши разные статистические методы обработки. Ему выкладываются свидетельства, что человек, или, например, не дай бог, в последнее время очень часто мы видим, когда людям дают в качестве каких-то доказательств патенты, а запатентовать на самом деле можно вообще все, что угодно. там нет, ну, там вроде как бы есть какая-то экспертиза на уровне вечного двигателя, но дальше ты можешь творить все, что угодно. То есть, как бы, ну, вот, как бы, известный, известный, как бы, случай, когда осиновой палочкой, запатентован случай, методика лечения людей, осиновой палочкой в полночи там надо помахать, что-то такое вот. И он одно время кочевал прямо. Был патент. То есть, человек приливал бумажку, что у него зарегистрировано. Наверное, это научно. На самом деле, нет. Патент такие вещи не решает. Научные конференции, да, как бы, тоже это, как бы, формально это научно собрались ученые. Но, например, у Турсионщиков уже даже в 18-м году была собственная конференция в РДН, и они там очень увлеченно обсуждали научность собственных изысканий. Ничего не хочу сказать, то есть, там люди заслуженные и все дела. Они, как бы, могут это дело обсуждать, но, опять же, человек, попавший на эту конференцию, должен понимать, как бы, что в науке есть, кроме Турсионных полей. Иначе он будет писать непрерывную чушь с этих конференций. Ну да, жречество в какой-то степени, да, безусловно. Вы уловили мою вот эту мысль, что, как бы, наука, да, и, как бы, тогда популяризатор пророки его, потому что они, как бы, дают упрощенную картину сложной, вот этой научной этой сады, чтобы обыватель более-менее, как бы, мог выставить хотя бы первые звенья какой-то цепочки до конца. Но бывают случаи, когда речь идет, и это, на самом деле, не такое малое количество, как можно было бы подумать. На самом деле, подавляющее, ну, не подавляющее, я не считала, но много бывает случаев, когда речь идет именно о науке, которая вполне, как бы, и экспериментально, даже на обывательском уровне, проверяема. То есть, как бы, людей, людей, вот прямо, обманывают на совершенно какой-то на школьной программе. И не так уж и редко. То есть, даже там, где они могут проверить, на самом деле. Или как-то осознать, что, как бы, что вещество, например, не делится бесконечно. То есть, как бы, мы это все проходим в школе. Что, как бы, нельзя бесконечно разводить растворы. Там, в конце концов, не останется ни одной молекулы. Достаточно простая вещь. Тут не надо прям сильно в это верить. Но, тем не менее, построена целая индустрия. Многие верят, что это работает. Так. Нет, не в моем понимании догма, а обыватель воспри... Я же говорю, я буду говорить о том, как люди воспринимают науку. Многие воспринимают ее именно как догма. Они не могут понять, откуда это взялось. И они, как бы, считают, что, да, мы сайентисты, а есть, правда, действительно сайентисты, которые, как бы, верят, что научная, научная, и дальше этого ходить не надо. Ходить, конечно, надо, но опять же, надо понимать, что... Как далеко вы уйдете, тоже надо понимать. Да, да, догм плохо, отрицание консенсуса тоже плохо. То есть, как бы, мы должны все-таки немножечко доверять специалистам, что они специалисты. Мы должны, как бы, к некоторым скепсисам относиться, да, но и как бы, давать им возможность, самим тоже относиться со скепсисом к своим коллегам, потому что наука, это, как правило, про то, что я проверил. То, что, как бы, вот у меня в соседей лаборатории человек получил результаты, я их воспроизвел, ну, вот они воспроизводят, или не воспроизводятся. И вот так, более-менее, ну, сейчас вот, может, придут белковцы и будут меня возить лицом по столу, потому что это не всегда так работает, не всегда можно быстро проверить. Или, как бы, есть еще такая проблема, что люди что-то делают, они печатают статью, статья, на первый взгляд, нормальная, рецензент ее пропускает, вот, а потом и человек печатается, у него хирш растет, как с Васинком было. Все хорошо, он пишет книги, по книгам методики какие-то делаются, там в детских садах меняется питание, потому что наука доказала, что там морковки, это прекрасно. Вот приходят люди и говорят, ну, позвольте, там же совсем плохие исследования. И начинается массовый отзыв, да, бывает такое, и это тоже подрывает доверие обывателя к науке, потому что ему 10 лет толпы чили о том, что что-то, например, очень полезно помогает от рака, а через 10 лет оказалось, что это совсем не полезно, и может быть, даже рак вызывает антиоксиданты. Пожалуйста. Да, да, витологические инструменты и, как бы, сконсолидированное экспертное мнение, конечно, готовиться должно. Проблема в том, что, как бы, у комиссии, к сожалению, не хватает рук. Было бы очень здорово, мы уже говорили об этом, и неоднократно, иметь какой-то, собственно, ресурс вроде Википедии, где было бы собрано, вообще, очень аккуратно, и с оглядкой, с большой, но строго научной, вот, к можно большему количеству научно-ложенаучных вопросов, чтобы люди могли, хотя бы, если интересно, почитать источники и, как бы, и какая-то интерпретация для тех, кто, как бы, не может почитать источники или, например, он их не понимает, но чтобы он хотя бы, как бы, имел представление, что где-то такие источники есть, потому что, например, я вот сталкивалась сама, я недавно, где-то я приводила ссылки для группы, и выяснилось, что, например, критика Фоменко исчезла, в отличие от самого Фоменко, из интернета, потому что многие сайты, которые на добровольной основе выкладывали вот эти статьи, они просто, как бы, закрылись и домен продали, и теперь этих, как бы, документов приходится искать, там, по другим сайтам, и не факт, что они есть. Знамка воспроизводит себя великолепно, то есть, как бы, вот, например, наберете Фоменко, и вам просто страницами можно будет ходить по источнику. А вот с критикой Фоменко и с критикой лженауки гораздо-гораздо все сложнее. Более-менее, Википедия сейчас взяла на себя труд. И они там как-то и деятельность комиссии неплохо освещают, и какие-то общие места тоже. Да, да, и технологии, совершенно верно, Павел. Да, да, нет, действительно, разоблачающих публикаций нет. Это, опять же, как бы, тут проблема в следующем, в две проблемы. Первая проблема – это то, что у людей, которые должны писать разоблачающие материалы, как ни странно, есть постоянная работа, и они работают. То есть, это должен сесть человек на три дня, больше ничего не делать, и должен писать экспертную оценку. Есть люди, которые этим занимаются, как бы, например, именно в среде популяризации. То есть, как бы, есть вот портал там Н плюс один, там 22 век, например, очень вот этим прекрасно занимается. У них вот целая колонка «Есть злой критик», где Алексей Валерьевич Водовозов прямо вот пишет про вот это, про все, про весь ужас, который. Есть там люди, которые этим занимаются, но их мало, и найти это трудно. То есть, вы будете искать, допустим, какие-нибудь там, не знаю, ну, что-нибудь сомнительное, и вот масса, не масса, большая вероятность, что вы найдете много фигни, а, как бы, выдача критик этой фигни будет находиться где-то страница на третий. Вы можете туда никогда не дойти. Это не проблема именно вот сугубо экспертной оценки. Это проблема именно ее распространения. Вот Гейнсбург, самое смешное, что Гейнсбург, когда говорил о лженауке, он очень обиженно говорил о прессе, потому что в 98-м году, когда вот выходила вот эта всякая чушь, энергия из камня, давайте дадим денег, они писали тогда опровержения, и их никто не печатал вообще. То есть была цеховая солидарность, ни Круглякова, ни Гейнсбурга, никто не печатал, а вот как бы обвинение ран в том, что она ангажирована, печатали все. Ну вот свободная пресса, пожалуйста. И вот мы подходим к этическим подводным камням. Надо уже заканчивать. Так. Да, лечение аутизма, безусловно, да-да-да, там очень много, очень много. Это проблема такая, значит, если есть какая-то вещь, которая пугает людей, аутизм, безусловно, пугает людей, потому что это какое-то неконтролируемое явление. То есть как бы муссируется точка зрения на то, что это эпидемия, мы не знаем, почему она возникает, и любой человек может быть ее затронут. И по сути как бы это никак нельзя не предотвратить ничего, и как бы у вас будет ребенок инвалид. Как бы а уж на стране это прям будет совсем тяжело. И тогда на ней начинают паразитировать вообще все. То есть антипрививочники, коучи, диетологи так называемые ненастоящие, да, вот тренинги. И там может быть вокруг аутизма на самом деле может быть люди, которые действительно помогают. Потому что как бы если у человека проблемы с коммуникацией, понятно, что психолог должен ему помочь специальный психолог, специальный детский психолог, который занимается этими вопросами. Потому что это коммуникация, ну как бы психология, при всех ее недостатках, кто должен этим заниматься, ведь не социология же, правда, не культурология, а именно психология. Но проблема в том, что вы найдете опять же одного психолога нормального и миллион людей без диплома, которые в лучшем случае ничего хорошего вам не сделают. и у нас периодически в группе это все обсуждается. Помимо психологов еще различные терапии там с дельфинчиками, с лошадками, общая эффективность. В последний раз пришли к выводу, что если ребенку нравится лошадка, то это хорошо, но никакого чуда опять же ждать не надо. Тут тоже вот, кстати, именно о чуде, что лженаука, чем она привлекательна? Она обещает. Она не скована. Наука обещана не обещает. Она скована этикой, она скована проверяемостью, она скована ожиданиями. Она не может сказать, я сделала волшебную таблетку, и вот сейчас вы ее все приняете и будете жить в 120 лет. Ну, если кто-то так говорит, смело можете знать, куда его послать. А как бы лженаука, она ничем не склонна. Она говорит, да, конечно, господи, ученые же показали, что там фотон летает через две щели и схлопывается, когда наблюдатель смотрит. Значит, наши мысли меняют вселенную. Начинайте думать, и все у вас будет. И никакой ответственности этот человек, естественно, за свои ухлова не несет. То есть, были случаи, когда люди от рака умирали в позитивном мысли, но как бы никому ничего за это не прилетело. Ну, да, да. Если вы видите такие обещания, опять же, вы знаете, куда их посылать. да, да, совершенно верно. Википедии при всех недостатках, хотя в последнее время они очень, очень, я считаю, намного стали лучше, а уж английская Википедия практически, я и не слышала, что на нее ругались, на наши немножко все-таки ругаются. Но там, да, там, там, разобрались, и вот, если есть какое-то сомнение, или где-то показано, что это псевдонаука или лженаука, там про это написано. Там может не быть прям вот очень авторитетного источника, но вы, по крайней мере, будете знать, в какую сторону копать. Да, специальных психологов тоже много разных, и у психологии много разных методов. И вот Петр Талантов написал книгу 005 от поисков бессмертия, медицины от поисков бессмертия до, я уж не помню, ну, до современного состояния. И там написано, что проводились исследования, уж как могли, ослепленные различных методов психологии, и, к сожалению, эффективность у них примерно одна и та же. Ну, то есть, на уровне плацебо. Ну, как бы это, вроде как бы вам полегче с кем-то поговорить, но особо вот таких прямо чудес ждать от этого тоже не надо. Опять же, если психолог вам предлагает чудо, ну, вы понимаете, все то же самое. Наука чудес не предлагает, наука предлагает работать. Не всем это нравится. Так. Да, ну, с аутизмом, опять же, все непросто. До сих пор не найдено причин, например, достоверно. то есть, опять же, вот в в областях, где наука говорит, я пока еще не знаю, вот там прямо рассвет вот этого всего. Пока нет объяснения, ну, фантазируй, как хочешь, ничего тебе за это не будет. Да. Вот. Значит, цензуру в СМИ мы обсудили, комиссию и группу бывает, что называют научной инквизицией. Но, опять же, мы не инквизиция, мы никого не жжем. Мы с уважением относимся к Джордану Бруно и Галилею и считаем, что, как бы, но просим все-таки учесть, что, как бы, Джордану Бруно и Галилею это все-таки два человека, а представьте, сколько в их время было людей, которые просто людей обманывали. Ну, как бы, несопоставим. И если, и мы, опять же, никого не шельмуем и никому работать не мешаем. То есть, как бы, если внезапно у нас человек откроет фундаментальный закон Вселенной, просто сидя у себя в кабинете или там вот что-то полетит, что-то летать не должно, но ученые, понимаете, они не настолько зашорены. Они почешут головах, они попробуют это воспроизвести, если у них воспроизведется, они тоже побросают все свои догматы и побегут прямо вот туда. То есть, например, Игорь Иванов, он работает на коллайдере, наш физик, он рассказывал, что как только на коллайдере какие-то новые сигмы появляются, они обрабатывают статистические данные, потому что стандартная модель как бы физикам немножко уже поднадоела, они обрабатывают новые данные и по этим данным выходят сразу несколько статей, хотя они еще сугубо теоретические, ничего не подвержены. То есть, народ бежит уже впереди паровоза, как бы у них есть теоретическое обоснование тому, чего еще нет, возможно, этого нет совсем. То есть, надо понимать, что наука в этом смысле она очень гибкая. Она, как только она получит новые данные, она мгновенно, ну, не мгновенно, конечно, вот надо посмотреть, вот именно, вот, а то, вот, сейчас все быстрее и быстрее. То есть, если раньше во времена Галилея надо было, вот чтобы Галилей чуть ли не руками отпечатанный этот тираж, высказали свое мнение, съехались один раз в 10 лет на какую-то конференцию, что-то обсудили, как бы, то во времена АТО это уже был вопрос, как бы, нескольких десятков лет, именно потому, что информация уже шла быстрее. Сейчас она идет еще быстрее. То есть, нет никаких преград, чтобы какие-то научные издания не распространялись из них действительно научные. Никто не будет стоять прям насмерть, кричать «нет, наши догмы, они как бы все объясняют, мы ничего не будем туда добавлять, но все туда добавим, если это работает». И причем, я более чем уверен, что у физиков это будет прекрасно и достаточно непротиворечиво. То есть, будут новые эти самые какие-то парадигмы, и они будут объяснены, и мы все скажем, «О, боже мой, как же мы раньше до этого сами не догадались, это же так просто, это все лежит на поверхности». Потому что обычно, когда человек получает какой-то готовый ответ, он говорит, «Ну, ты, конечно же, они, правда, статью писали, это же так понятно». Тогда было непонятно, и 10 лет назад может быть было непонятно. Так, иски, иски, да. Да, да, вот совершенно верно пишет Дмитрий Александрович, что действительно зоотерапия учит детей общаться, способствует формированию эмоциональной сферы. Да, не всех. То есть, есть дети, которые боятся лошадей, и их бессмысленно этому учить, потому что у ребенка будет стресс, он ничему не научится, не общаться, ничего, он будет в ужасе. Но дети, которые любят животных, которые чувствуют вот эту связь, они, естественно, как бы, они выходят, входит в некую зону комфорта, и им проще тогда обучаться. Задача взрослого, потому что ребенок не понимает таких вещей. Где ему, как бы, ну, зачем он понимает, где ему хорошо и где ему плохо, но задача взрослого понять хотя бы, как бы, будет какой-то сравнимый эффект или нет? Есть этот эффект или нет? Надо ли, как бы, там, потому что я с ужасом все время смотрю вот эти вот видео, ходят по сети, где несчастных детей серебральных, причем бьют какой-то киянкой, значит, потому что это такое лечение. кто вот мог, до какой степени отчаяния надо дойти, чтобы вот такое собственным ребенком. Ну, прям, это даже страшнее. Да. Вот, поэтому, да, как бы, люди должны понимать. Чтобы люди понимали, людям надо объяснять. Но проблема в том, что люди не всегда понимают, что им объясняют. Мы плохо иногда объясняем, мы достаточно часто это делаем, потому что, например, специалисты, опять же, перескакивают, им-то все очевидно, а нам не очевидно. А когда мы еще пересказываем специалистов, мы перескакиваем то, что перескакивают они, и еще перескакиваем то, что мы забыли. Поэтому донести иногда бывает достаточно сложно. Вот. И к естественному отбору, иски я уже оставлю в конце, естественный отбор, да вот то, что люди приходят в группу, уже уставшие у нас, конечно, очень много такого именно профессионального выгорания, потому что люди приходят поругаться, все плохо, и они приходят и говорят, ну, хотя бы дураки вымрут, когда лечатся вот этой вот фигней. И все, типа, нет, не будет. Ну, то есть, как бы было бы глупо рассуждать, что, ну, тогда бы у нас дураки вывелись гораздо раньше, если уж так это передается, или это на что-то влияет. Нет, людей обманывают, да, это правда. и человек, находящийся в определенной эмоциональной ситуации, его, конечно, обмануть проще. Ну, тут, как бы советов никаких нет, потому что, ну, как бы надо стараться всегда все-таки подумать. Это полезно. и бюджет, да, ну, комиссия занималась бюджетом, до сих пор она более-менее, как бы, занимается, но, как бы, бюджеты есть не только федеральные, но и, как бы, местные. И вот была история с водоканалами, когда водоканалы заставляли чистить воды, которые они должны очищать сточные, препаратом, который соперставил себя гомеопатический раствор картофельной ботвы и до сих пор заставляют. Вот гельминтов, значит, при том, что никакой особой эффективности у него вроде бы тоже не найдено. Комиссия не проводила экспертизу, но по всем теоретическим выкладкам гомеопатический раствор картофельной ботвы по идее никак на гельминтов влиять не должен. А тем не менее, был принят САМПИН, и местные водоканалы были обязаны по САМПИНу проводить, так называемую дезинвазию сточных вод. Вот такая ужасная история. И они отказывались, их тогда привлекали к суду, что они соблюдают САМПИН. Он просто полный абсурд. И им приходилось закупаться, там миллиарды рублей, по-моему, были потрачены в течение года. Комиссия занималась этим делом показательной, но вот сейчас есть юридическая экспертиза, и вроде как собираются менять этот САМПИН. У нас есть публикация в группе, и более-менее как-то это все историю будем надеяться. Опять же, как бы мы не всесильны, и группа не всесильна, тем более, но вот есть некоторая надежда, что в конечном итоге голос разума, он побеждает. Потому что, если бы мы в это не верили, ну, собираться-то особо нет смысла. в контексте, конечно, да. Да, и навыки, да, да, да. Ну, вот как бы, вот все, что касается вот этой вот сферы, и как бы для взрослых то же самое, да, и обучение, все очень непросто. Человека очень сложно научить, если он не хочет учиться, практически невозможно. То же самое и в нашей группе, как бы люди приходят, задают вопросы, и если мне нравятся ответы, ну, сами понимаете, они уже взрослые, они не обязаны нас слушать, как бы, не обязаны ничего по этому поводу читать. Вот, теперь происки комиссии. Значит, когда вы вышел, значит, началось это так, когда вышел меморандум о гумиопатии, на комиссию, и в частности на ее председателя, был подан иск два от производителей гумиопатических средств ветеринарии. Один на 30 миллионов рублей, а второй на 20 миллионов рублей. И там заявлялось, что они потеряли деньги, потому что комиссия порочила их деловую репутацию, они, видите ли, торгуют не тем. Вот, но оба раза эти иски были отклонены. Однако, была, как бы, это была такая атака, вот, прямо именно, адресно, не только на комиссию, но и на Александрова, поэтому, как бы, занимались этим юристы РАН. Юристы РАН, как бы, поскольку было нужно выиграть суд, я так понимаю, это был приоритет номер один, потому что, как бы, там, затяжной процесс был, я думаю, РАН обошелся. стояли на том, что комиссия не является, как бы, каким-то уполномоченным органом РАН, но это правда. Это совещательный орган, который, как бы, может написать свое мнение, вот, и они стояли на том, что, как бы, это частное мнение ученых, которые высказали его в форме меморандума, что интересно, одного члена меморандума после этого частного мнения уволили с работы, ну, после, не значит, следствие, и, значит, это частное мнение никак не может повредить репутации какой-то коммерческой организации, потому что она нигде не упоминается ни меморандума, ни вообще ничего. Я ссылку на кадр-арбитр вот дала, это одно из заключений, второе там также очень просто можно найти. Было два разных судей. Один согласился со стороной, что да, ученые, частное мнение, это самое, а второй был настолько любезен, что написал у себя в заключении, что, по-моему, ну, не такими словами, но я так понимаю, что научные вопросы в суде не решаются. Это правда. Ну, то есть, как бы, если у нас суд будет решать, чего научно, а чего не научно, сами понимаете, к чему это может привести. Это не компетенция суда. Суд может вызвать экспертов, послушать их, и на этом основании принять какое-то юридическое решение, но он не может решать, как научно, работает гемеопатия или нет. Вот суд решил, что она работает, как бы, и она должна работать, ну, конечно. После этого, как бы, и вот началась история, да, с материи медик, про которую писали, с троцкий вариант наука. Это другая история. Есть так называемые релиз активные препараты, которые выпускает фирма материя медика, и, по сути, это гемеопатия. Там нет действующего вещества. То есть, они пишут, что это, там, маленькими буковками в конце аннотации написано, что это антитела, разведенные в степени очень большой, нанесенные на шарики или на таблетки. То есть, этот раствор, он не просто, как бы, он еще и нанесен. Там, как правило, даже одной молекулы нет. То есть, по-моему, Михаил Сергеевич Гельфант посчитал, у него получилось чего-то там, одна молекула на миллиард таблеток или что-то в этом духе. Ну, будут близкие какие-то значения там. На много таблеток. Я уж не буду. На много. И по этому поводу писались не только, как бы, статьи в ТРВ. Вообще-то, если посмотреть бюллетень, то в бюллетене до сих пор на тему релиз активных препаратов пишутся статьи, потому что релиз активных препаратов сейчас активно продвигаются в качестве дополнительной терапевтической помощи при довольно серьезных заболеваниях, в частности, диабета. Спасибо, что не основное, конечно, но, по крайней мере, в комплекс этих препаратов они очень хотят войти. Были даже разговоры о некотором импортозамещении, но там поднялся такое возмущение, что сейчас вроде как бы об этом уже речи не идет. И в ТРВ тогда вышла статья за авторством членов комиссии троих Архипова, Кувакина и господи, дай бог памяти в общем, сейчас я вспомню, вылетела совершенно из головы Хромова-Борисова Николаевич улетучился у меня из головы. И они написали в довольно резких выражениях. Вот надо признать, вот прям статья была очень ругательная. Там прям вот ну они только что Эпштейна мерзавца мне называли, а так прям там все было. Она действительно была написана не в академическом ключе, а вот прям вот что ни на есть таким вот очень таком эмоциональном. Но надо понимать, что как бы вся эта история очень ученых возмущает, потому что как бы когда материя медики приводит к всей этой заключении и говорят, что у них нет вещества, они говорят, мы не знаем, как это работает, у науки пока еще нет механизма, чтобы это объяснить. Но это работает. Вот у нас есть исследования. У них действительно есть исследования, они методологически не безупречны, мягко говоря. Но вот тем не менее они позволяют себе такие выражения. И препарат, который работает на неизвестном науке принципами, ну как бог-то с ним. А вот тиражируются огромными и рекламируются, и распространяются. Ну а наферон, вы знаете, все, наверное, в качестве одного из средств при, например, простуде. Аферон, аферон. Стоят они недешево. Вот это все. Они написали эту статью, и Олег Ильич Эпштейн подал на них в суд за урон репутации. И в принципе он мог вполне аргументированно об этом говорить, что был нанесен урон репутации, потому что статья имела свои цели нанести репутацию и урон. Ну, было ясно, когда я ее читал. Другое дело, что она была научно более-менее обоснована, но, извините, формулировки все-таки были эмоциональные. И дело в том, что иск был не именно к самим, а еще и к ТРВ, то есть и к самим авторам и к газете. И суд специально затягивался таким образом, что люди начали нести довольно существенные издержки. Хорошо. Арбитражный суд вы тоже платите. Когда они достигли примерно насколько мне известно полумиллиона, где-то у нас это отражено. Они пришли к соглашению, мировая Эпштейн оплачивает издержки тех людей, на которых он подул в суд. Но ИТРВ как бы печатает у себя статью Эпштейна о теоретическом обосновании и жилисоактивного эффекта. Там можно эту статью прочитать в троицком варианте. Вообще я вам рекомендую эту газету, потому что она как раз в каком-то смысле тоже группа комиссий именно вот они вопросы лженауки хорошо освещают именно вот. А уж после этого случая вообще исключительно с экономических точки зрения вот и там вышла статья действительно у нас группе она опубликовалась но перед статьей идет статья Михаила Сергеевича Гельфанда где он пишет почему эта статья появилась как бы как мировое соглашение там все прозрачно там все написано какие были этапы негоциаций на каких условиях они остановились почему это было сделано почему газета не могла уже дальше судиться почему они посчитали что такой вариант для них приемлем и почему релиз активные препараты работать не могут и после этого уже идет да статья Эйпштейна это не самая светлая страница конечно и я думаю троицкого варианта и вообще всех людей которые стоят за науку потому что есть мнение что прям надо было стоять до конца но собирать кроффандингом эти деньги на судебные сдержки но нет никаких гарантий что во-первых мы бы собрали а во-вторых что дело кончилось бы победой потому что тут сложное было дело и понятно что рассматривался но тоже сложно вот у нас процессы так просто не выигрываются то есть когда комиссия даже выиграла с помощью юриста французские два дела фактически вытирали под солба потому что прогнозы на самом деле были разные ну вот да история не самая приятная не самая это самое я не поддерживаю людей которые преподносят это как победу но после этого стало понятно что отчетливо очень что нужен юридический отдел меморандум когда меморандум писали их смотрели юристы вот именно на случай вот такой что могут быть иски но нужен видимо юридический отдел по всем материалам потому что если раньше как бы отмахивались то теперь возможно мнение комиссии уже настолько весомо что с ним необходимо бороться и в том числе юридическими методами но как бы в правом государстве нормально мы не можем опять же этого запретить мы ничего не запрещаем если человек хочет судиться он будет судиться вот Горяев подал суд на Михаила Сергеевич и Гельфанда за то что тут опять же усомнился в волновой генетике но суд правда иск не принял и я чувствую ну то есть как бы вот именно по тенденции я подозреваю что у нас будет таких дел все больше и больше поэтому да если как бы есть юристы которые хотят нам помочь будем очень-очень рады мы принимаем пока еще собираем ресурсы но вот как бы мы чувствуем что этот момент он назрел и на этой оптимистической ноте вот задавайте пожалуйста вопросы если вопросов нет то большое вам спасибо что послушали мне было очень интересно рассказать как мы работаем и это я хочу поблагодарить пользу случаем всех людей которые работают в комиссии в группе комиссии которые помогают тут Павел в частности тоже модератор группы комиссии очень помогает нам у нас замечательная команда люди нас поддерживают это самое главное и я все-таки рассматриваю нашу деятельность как просветительскую все-таки надо разговаривать с людьми надо как-то их убеждать пусть даже это не очень удается да значит так тут два вопроса в одном значит проверять да комиссия значит проверяла следующее если вы посмотрите в бюллетени я не помню конкретно но не очень далеко но они значит проверяли есть ли вещество в анофероне то есть прямо вот была куплена контроль пластинка аноферона таблетки были как бы и растворенные массы пикрографом они смотрели как бы нет вещества там нет то есть вообще ничего только лактоза и вспомогательные вещества вот такое исследование было проведено вот можно как бы если у вас кто-то из родных принимает и считает что ему помогает ну ничего по крайней мере страшного от этого не произойдет можно быть спокойным но результаты исследования эффективности комиссии провести не может потому что это было бы клиническое исследование его нужно регистрировать нужно набрать людей там хотя бы приличную выборку там человек 100 где 50 человек будут принимать аноферон 50 человек не будут принимать аноферон опять же они должны быть по идее больными хоть чем-нибудь чтобы аноферон им помогал и у комиссии просто нет ни средств ни полномочий проводить подобные исследования и потом кроме как бюллетени она напечатать их по понятным причинам не сможет бюллетень все-таки не считается научным журналом это экспертная оценка но это не научный журнал хотя как бы это имеет отношение к науке должны проводить как бы но не только материя медика естественно но какими-то частными фондами спонсируемые медицинские учреждения должны проводить такие исследования сами ну большой вопрос как бы в какую сторону и как они будут проводиться потому что независимых исследовательских групп сами понимаете у нас тоже мало на продажах значит на продажах сложно сказать потому что у ветеринаров как ни странно на самом деле меморандум зател покасательный там есть приложение о том что животные как бы и младенцы тоже лечатся плацебо эффектом потому что у тех кто их лечит есть ожидания и соответственно они ведут себя поспокой это сказывается на поведении детей и животных но конкретно о гомеопатических препаратах именно в ветеринарном понимании там не было и бог его знает почему как бы так произошло почему именно ветеринары так возбудились вот продажи они говорили что у них падают но документальных свидетельств этому они так и не представили надежных согласно последним исследованием рынка фармацевтического упали продажи вообще всего но у людей как бы очевидно меньше денег но в то же время упали и продажи гомеопатических препаратов вот насколько как бы эта доля после но после меморандума это совпадает с кризисом но тем не менее после меморандума продажи падают насколько в этом виновата именно меморандум очень сложно сказать потому что продажи падают вообще на самом деле если по деньгам то они может быть даже растут потому что цены поднимаются тут сложные вопросы надо отдельно исследовать больше вопросов нет но большое спасибо большое спасибо Павлу что меня пригласил надеюсь было интересно спасибо 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 спасибо